Привет, меня зовут Александр. Недавно стало известно, что LEGO прекращает спонсорство ROA, начиная с 25-го года. Соревнования будут доступны для новых платформ. Сегодня я расскажу про одну из них. Elikfreaks Ninja Mentor Kit – это набор для микробит, который содержит множество датчиков и модулей, таких как ультразвуки, датчики линии и датчики касания. Вот и сам конструктор. Находится он в таком кейсе, довольно удобный для переноски. Так, что тут изображено? Какой-то скорпион, но я его собирать не буду, соберу что-нибудь поинтереснее. Кусок кода, видимо, вот так выглядит среда программирования. Что тут еще видно? Видно, что у меня медиум уровень, есть какой-то пониже и повыше. Посмотрим, что внутри. Внутри сразу встречает список деталей, довольно большой. Вот тут располагаются балки. Все виды я вижу. Колеса и шатуренки. Тут все самое необходимое. Коннекторы всех видов и резинки. Резинок довольно много. Оси и даже рейки. Тут коннекторы. А тут список всех датчиков. Это плата-расширитель. Или, иными словами, блок потенциометр. Датчик почвы. Ну, я думаю, не пригодится. Краш-сенсор. Ну, датчик касания. Зеленый стадиот. Желтый стадиот. Красный стадиот. Ну, две индикации. И вот, наверное, самый важный датчик – это датчики линии. Ультразвуки. Они тоже часто используются. Моторы. Два мотора. Это, видимо, для езды. И одна серва. Каких-то механизмов. Шесть проводов. Один провод для программирования. Это хорошо, что положили. Также еще есть какое-то поле, видимо, для тренировок. И какой-то мультитул. Видимо, чтобы как-то детали разбирать. Так. Кейс разделен на два уровня. Тут детали. Но сначала я расскажу, что тут находится сверху. Сверху находится сам этот блок-расширитель. Сейчас я распакую. Посмотрим, что внутри. О, или это так. Пластик довольно качественный. Вот такой. Сразу загорается этот диод. Но пока я не знаю, как этим пользоваться. Вот порты. Вот так. Итак, приступим к следующему. Провод. Но это неинтересно. Самое интересное – это моторы. Потому что от мотора зависит, как все будет ездить. Это красные, это, по-моему, для езды были. Вот такие небольшие моторы. Они идут сразу с кабелем. Имеются вот такие крепежные элементы, куда можно воткнуть пины и к чему-то прикрепить. Пока я ничего не могу сказать. Посмотрим дальше, как они себя прятают. Тут находятся шины. Но по ощущению, они довольно качественные. Проскальзывать не должны. Сильное колесо. Это ультразвук. Что же, посмотрим на него? Вот тут. Типичный ультразвук. Все так выглядят. О, тут тоже есть элемент прикрепления. Похожий на лего кубик. Провода. Это мультитул. Так, это датчик почвы. Но тут ничего такого интересного, я думаю, не будет. Ну да. Возможно, для каких-то проектов. То есть, какая категория проекта. Можно использовать. Так, это потенциометр. Ну, тоже. Для основной категории не пригодится. Такое не используют. Тоже много креплений. Больше, чем даже ультразвука. Светодиоды. Ну, все распаковать не буду. Распакую вот. Первый купавшийся. Так, это красный. Ну, такой же форм-фактор, как у потенциометра. Просто разные элементы электрические. Так, это светодиоды. Далее. Это датчик касания. Тут стоит обычный концевик. Ну, как-то вот так выглядит. Кстати, у всех этих датчиков есть цветовые обозначения. Видимо, что это значит. Так, и вот. Самый интересный датчик. Это датчик езды по линии. Тут стоят два датчика. Ну, посмотрим, как они себя ведут. Уже на поле. И сервы. Еще серву не распаковывал. Она серого цвета. Видимо, чтобы отличать от моторов для езды. А, ну, она... Ну, да. По размерам все такое же. Только серого цвета. И так как это серва, у нее три контакта. Плюс, минус и сигнальный. Так, сейчас посмотрим, какие тут детали. Резинки тут в зип-пакете. Сейчас посмотрим. Как они вообще по ощущениям. Знаете, какие-то обычные канцелярские? Ну, лишними не будут. Ну, в принципе, как у Олега, по ощущениям. Вот тут всех видов. Желтые. Белые. Далее. Пакет с пинами. Ну, классика. Пакет с другими пинами. Ну, синих, честно говоря, что-то маловато. Ну, конструктор совместимый с Лего. Так что можно брать любые детали. Не только из этого кейса. Так, тут я вижу... В общем, отсортированы они, видимо, по размеру. Потому что какую-то тематику я не могу определить. Все подряд. Ну, вот такие детали. Будем уже смотреть, что из этого получится собрать. А, тут самые длинные балки. Это полурамки. Так, а внизу лежит поле. Ну, поле обычное. Для езды по линии. Вот такое. Даже не лазит. Посередине логотип. Эликфрикс. Линия тут 2 сантиметра. Ну, как у ВРО. Так что, все должно быть супер. Тут адрес сайта. Так, высыпала детальки. И сейчас заценим, как они вообще соединяются. Начну я, пожалуй, с черного пина и балки. Частое соединение. Так, входит с шелчком. Сейчас пробую второй балкой присоединить. Ну, все держится крепко. Отсоединяется легко. С пинами и балками тут в порядке. Сейчас пробую взять ось и коннектор. Сейчас. Входит тоже с шелчком. И все держится. Отсоединяется без проблем. Сейчас пробуем что-нибудь покрутить. Например, вот такая четверенка без крестика и ось. Все крутится. Никаких, никого трения нет. Также, когда я высыпал детальки, сразу на глаза попались вот такие вот детали, которых нет в известном конструкторе. Например, вот такая полурамка. В прошлом году мне действительно не хватало в одном из моих роботов. А здесь она есть. Это здорово. Также вот такая деталь. Уголок 3х2. Тоже часто надо такую использовать. Приходится выкручиваться деталькой Т-шкой. А тут... А тут прям то, что надо. Также еще такая необычная деталь. Честно говоря, о такой я никогда не думал. Не знаю, где ее пока использовать. Ну, примерно покажет. Также в этом конструкторе есть вот такие балки с чередующимися отверстиями. Балка действительно крутая, потому что дает возможность делать крепление без коннекторов. Потому что с этой стороны можно воткнуть что-то и с этой. Это действительно крутая деталь. И она в этом сутре есть. И это действительно здорово. Для успешного использования конструктора Airfrees понадобится контроллер Microbit. Приобретается она отдельно. Находится она в такой добротной картонной коробке. Встречает какие-то бумажки. Плата находится вот в этом бумажном пакете. Плата выглядит довольно стильно. Такой черный дизайн. Программируется она в среде MyCode через вот этот microUSB порт. На обратной стороне располагается радиодная матрица 5х5 и две программируемые кнопки. На обратной стороне находятся акселерометр и магнетрометр. Снизу находится контактная площадка для подключения к блоку ElectroX. Для начала использования Microbit необходимо его сначала обновить. Пишем в поисковой строке Microbit Firmware и переходим по первой ссылке. Тут необходимо выбрать версию вашей платы. У меня первая, поэтому выбираю ее. И скачиваем. Далее необходимо зажать кнопку Reset на микробите и воткнуть USB кабель. Ждем пока не загорится оранжевый стадиот. Дальше заходим в проводник. И тут должна появиться наша плата. Дальше перетаскиваем скачанный файл. Вот на нашу плату. Сейчас плата обновляется. Ждем пока она перезагрузится. Вот она перезагрузилась. Теперь можно проверить версию прошивки. Чтобы это сделать, заходим опять на плату. Файл Details. Тут есть графа версия. У меня 0.2.49. Это новейшая. Далее. Где вообще все это программируется? Программируется это в среде MyCode. Пишем просто в браузере MyCode. Заходим на сайт mycode.microbit.org. Тут видим большой плюсик. New Project. Нажимаем на это. Надо назвать свой проект. Назову, например, Test. Кнопка Create. Все, создали наш проект. Теперь необходимо добавить модули EricFreaks. Чтобы это сделать, надо зайти вот в эту графу с плюсиком. Нажимаем. В поиске пишем EricFreaks. И тут появляются все модули от этой компании. Нам понадобится этот блок ниже. Нажимаем на него. И он устанавливается. Вот появляется его список возможностей, что с ним можно делать. Дальше необходимо добавить датчики. Также пишем EricFreaks. И добавляем датчики. Называются они PlanetX. Все, добавили. Теперь у нас все это есть. Теперь, чтобы загрузить на плату код, необходимо нажать кнопку Download. Нажимаем. Тут сейчас мой код предложит нам подсоединиться. Нажим кнопку Payer. И вот тут влазит Microbit. Нажим подключение. Все, плата подключилась. Теперь можно загружать туда код. При загрузке на платье мигает оранжевый светодиод. Все, базовые настройки мы сделали. Можно приступать к описанию программы. Собрал я робота. Получился вот такой вот зверь. Сейчас попробую покатать его по полю младшей. Посмотрим, что из этого выйдет. Продолжение следует... Написал я программу, разбил ее на три блока. Первый блок Тейкинг робот едет, пока он едет ультразвуком желтый овощ. Потом забирает овощ и едет назад, пока датчик не увидит черный цвет. Поворачивается также по датчику. Второй блок Line Follower. Это езда по линии. Так как у моторов нет энкодеров, пришлось сделать по секундам. Первую секунду он сильно выравнивается. У меня стоит скорость 18. Можете поставить 0, тогда робот будет выезжать из мертвых положений. Дальше едет 4,5 секунды. Но уже слабо подворачивает. В принципе, обычный линейный регулятор. Дальше функция Delivery. Это выгрузка. Но тут ничего особенного. Запускается программа по нажатию кнопки A. Можно поставить другую. Поставил задержку 3 секунды, потому что снимал видео. Можете поставить 2 секунды, будет как раз. Среда программирования приятная. Все блоки под рукой. Программируется все легко. Есть вкладка JavaScript. Туда код из блоков переводится JavaScript. Тут тоже можно писать. Это, наверное, уже для продвинутых. В принципе, здесь все четко и понятно. Подведем итоги. Конструктор Elfix Microbit является отличным решением именно для тех, кто начинает заниматься робототехникой. Здесь достаточно базовых компонентов для начала работы с роботами. Среда программирования очень удобная и интуитивно понятная. Если вас заинтересовал данный набор, ссылка на него есть в описании. Также по этому промокоду будет доступна скидка на набор. Все материалы по данному роботу выложены у меня на сайте. Ссылка также в описании. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.